Хорошо. Доброе утро еще раз. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за присутствие Твое здесь. Благодарим Тебя, что исполняешь нас Духом Святым, Паяном, когда мы поем в теле Христовом, Иисус. Слава Тебе, Господи! Благодарна Тебя за эту благодать. Исполняться Тобою, Господи, и также исполняться мыслями Твоими и освящаться. Благослови сейчас это время освящения Иисуса во имя Твое. Молимся и просим. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава, 12 стиха. Сказал же и позвавшему Его, когда делаешь обед или ужин, «Не зови друзей Твоих, ни братьев Твоих, ни родственников Твоих, ни соседей богатых, чтобы и они Тебя, когда не позвали и не получил Ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать Тебе, ибо воздастся Тебе воскресенье правильное». Интересно, я подумал о такой мысли, как Господь Бог в Иисусе Христе зовет нас на Его удивительный пир. И в этом приглашении, характеристиках приглашенных, мы с вами видим, что мы своего рода нищие. Что это может означать? То, что мы не можем воздать Богу никакими делами, нашими никакими заслугами. Каждый человек на этой земле является абсолютно грешником, и он не может воздать делами или еще чем-либо. Но он всех зовет. Он всех зовет на этот чудесный пир. Потому что, как мы с вами видим, в Евсяном 2 главе, в 8-9 стихах, говорится о том, что мы с вами были оправданы не по делам нашим, но благодатью. И в 1-2 стихе говорится, что мы были мертвыми с вами по преступлениям и грехам нашим. И никто из нас не мог оправдаться, не мог ничего воздать Богу. И также вот эти три определения – увечных, хромых, слепых – это, как говорится, может говорить, безусловно, о нашей природе, испорченной природе. Несовершенных, или иначе так сказать. В Иеремии 17 главе 9 стихе говорится о нашем испорченном сердце. В Исаии 1 главе 6 стихе говорится о несовершенном уме, о голове или мыслях человеческих, которые пребывают в этой несовершенности. Мы с вами также являемся и слепыми, невидящими того, что желает явить Господь Бог в Иисусе Христе. Но Он всех удивительным образом зовет, потому что Он откликнулся на план Отца и был таким образом распят на кресте Голгофе. И теперь каждый человек является вхож на этот удивительный пир Божий в Иисусе Христе. Не по заслугам и делам, не по совершенности нашей. Но каждый может принять и оправдаться верою в Иисуса Христа, потому что Он все совершил на кресте. Он совершил искупление на кресте Голгофе. И мы с вами это пережили. Мы с вами испытали спасение, приняв это спасение в Иисусе Христе. Аминь. Благослови вас Господь. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Норлан. Замечательно. Слава Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это замечательное утро наполненности словом, Твоими смыслами. Мы благодарим Тебя, Господь, за изучение этого слова желания, которое Ты даешь, Господь. И оно нечетно. Мы благодарны Тебе, что, откликаясь на это желание, мы делаем наши сердца, эти хранилища Твоих смыслов, наполненными Твоим словом, Господи. И наши уста говорят от переполненности наших сердец. Благослови, Господь, сейчас это слово посвящения. Во имя Твоего Иисуса, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас 120-е слово посвящения по Евангелию от Луки. И мы рассмотрим стихи с 14 по 24. Вообще порция наша с 16, но зайдем к обетованию, которое Господь говорит. «Ты блажен будешь, что эти люди, которых Ты пригласишь на пир, не смогут воздать Тебе, ибо воздастся Тебе воскресенье праведное». Услышав это, 15 стих, некто из возлежавших с ним сказал ему. «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Замечательно. «Царствие Божье, ожидание, мечты, блажен, будет счастлив». 16 стих. «Иисус же сказал ему. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым. «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. «Первый сказал ему. Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». «Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». «Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти». «И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. «Пойди скорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». «И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и есть еще место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Итак, в пятнадцатом стихе один из находившихся вместе с Иисусом на этой встрече с фарисеем сказал «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Иисус, отвечая, представляет, что происходит. Он говорит притчу, но эта притча практически описывает наше время. И касается времени от первого пришествия до второго пришествия. Вот сейчас это время, когда на этот пир, вот уже две тысячи лет, зовут и зовут, и дом наполняется, и люди находятся, и принимают пищу. Разные люди, самые разные. Один человек сделал большой ужин, большой, великий, мега, ужин вечерю и звал многих. Кто этот один человек? Вполне возможно, подразумевается отец, который отдал сына своего. Сын его выполнил все. Это смысл первого пришествия. Иисус рассказывает эту притчу и смысл ее, действительность, которая происходит. Один человек устроил царь. В Евангелии от Матфея в 22 главе говорится, это царь. Мы можем сказать о божестве «Царь царей, Господь господствующий». И это так приложимо к нашему Господу Иисусу Христу. Большой ужин, большое угощение. Оно такое большое, что вот уже две тысячи лет мы кормимся Иисусом Христом. Его жертвой. Мы на большом празднике, празднике вечной жизни. Смерть побеждена. Подарок жизни. И здесь, на этом перу, никто ни за что не платит. Все было совершено. И теперь раздается эта пища праведности, прощения, примирения с Богом. Искупительная жертва. Жизнь вечная. Кроме того, об этом празднике говорилось на протяжении всей Библии. Сам Иисус говорит о том, что о нем всегда речь шла в Ветхом Завете, в Писании. О нем. Об этом, этой завершенной работе, которую ожидал народ Божий, евреи. Они первые, как апостол Павел говорит и в послании к римлянам, да и мы видим с вами в деяниях, как сначала обращено слово, этот пир Божий, наполнение его смыслами. Сначала обращено к евреям. Наступило время Великого Пира, вечере. И он послал этот человек, устроитель этого пира, послал раба своего сказать званым. Это еврея. Идите, ибо уже все готово. Кто этот раб, которого посылает этот человек? Иоанн Креститель, он предтеча, он объявляет, он говорит о Царстве, он говорит о Мессии, он говорит о предназначении этого пришествия Мессии. Вот агнец Божий, который забирает на себя весь грех мира. Какой триумф! Какой пир наступает! Сколько человек мучается из-за своего греха, грехов, греховности. И здесь пир. Иоанн Креститель говорит об этом, и ученики Иоанна Крестителя слушают. Один раз это агнец Божий, который забирает весь грех мира на себя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. А потом, в 36 стихе, говорит, вот агнец Божий, и это как бы побуждение к действию, идите за ним. Ученики шли за Иисусом Христом, и они стали так же исполнить. Сам Иисус Христос является этим слугою, который собирает на пир. А потом и учеников тоже обучает. И куда мы призываем? Мы призываем на эту вечерю, на этот праздник жизни. Об этом празднике говорится о победе над грехом и о Божьей семье, говорится во всей Библии. И приглашаются также сначала евреи, а потом и все остальные. И мы видим в Евангелии от Луки, да и во всех Евангелиях, мы видим, как он пришел к своим, а свои его не приняли. Но те, которые приняли, он им дал власть быть чадами Божьими. Как это? Что это за власть? Мы с вами обнаруживаем, что да, действительно, нам дано это. Мы живем не по испорченности этого мира, а по наслаждению на пире, на этой вечере, которая продолжается уже две тысячи лет. Нам нравится эта праведность. Нам нравится это общение среди святых. Нам нравится эта церковь, церковь, главой которой является Господь Иисус. Нам нравятся эти призывы, которые идут от главенствующего, любящего нас. Мы с вами, как этот удивительный спектакль жизни Божьей, его отношения Бога к своим людям, которые приходят к Нему. И этот театр, театрон, этот театр смотрят люди всего мира. Да и сами актеры, которые на самом деле не актеры, не лицедеи, а живущие и радующиеся в Господе, в Господе, все время привлекают тех людей, которые пришли в это представление о жизни Иисуса Христа. Ведь мы изменены Господом на этой вечере благодати, милости, на этом престоле, у этого престола милости и благодати. И изменения произошли в нашем образе мышления. И в наших умах это дерево жизни. И наши желания наполнены тем, чтобы отдавать и отдавать, раздавать эти яства, праведности, любви, уверенности, доверия Богу. Раздавать веру Иисуса Христа начальником и совершителем, который Он является. Да, красивая эта фраза из послания к евреям в 12 главе, 2 стихе. Он, являя Иисус Христос, является начальником нашей веры. Почему? Вот Он пришел в этот мир. Он пришел, а сын дан нам, а младенец родился. Это 9 глава книги Исаия. Младенец родился. И вот этот младенец, он возрастал в благодати и истине, обучаясь Духом Святым и становясь мужем Божьим, становясь тем, который пришел в этот мир. И Слово стало плотью. Сколько удивительных событий происходило. И у Него была эта вера. Вера в то, что эта жертва, которую Он принесет собою, Эта жертва послужит удивительным средством, чтобы всякий, кто поверит в эту жертву, принесенную Иисусом Христом, тот становится новым творением. И уже греховность, она не то, что пропадает. У нас есть ветхая греховная природа, но она не командир, а удивительный, дающий, подчущий нас на этом перу жизни, жизни вечной, Господь Иисус. Он влечет нас в Свои. Можно ли назвать Его командиром? Я не думаю. Но Он предложения делает, призывы делает, а мы откликаемся. Это удивительное взаимоотношение, которое произошло. И вот день Пятидесятницы, о котором говорил Иисус в Деяниях, первая глава, восьмой стих. Оставайтесь, как Он сказал своим ученикам, оставайтесь в Иерусалиме, и произойдет событие. Дух Святой не зайдет на вас. И вот эти огоньки пламени духовного, которые были над всяким молившимся в то время в горнице на верхнем этаже того дома, где они собирались после того, как Иисус вознесся на небеса. И вот Дух Святой снизошел на всю эту группу, там человек сто, сто двадцать было. И они в праздник Пятидесятницы пошли говорить и звать. Некоторые откликнулись. И вот уже церковь. Они говорят все, говорят. И пошли преследования. Преследования выталкивают одну часть церкви, которая состояла из эллинистов. То есть, это были евреи, но они не знали иврит. Они были пришлые люди. Пришли на праздник. Это все иудеи. Их стали вытеснять из Иерусалима. Кто вытеснял? Те, которых они приглашали на этот пир. Они ходили и в храме, и везде говорили об Иисусе Христе. Они были званные. И званные еще из Ветхого Завета. Теми категориями и словами, которые были там написаны в Ветхом Завете о Мессии. Ведь в 55 главе книги Исаии говорится о том, что Бог знает, что у Его народа и мысли не Его, не Божьи, и пути не такие. Отличаются, как небо и земля, небесные мысли. Что Он делает? И Он посылает Слово Своё. И в Евангелии от Ана написано в 1 главе, в 14 стихе, что Бог Слова, Господь Иисус Христос, Он стал человеком. И обитал среди людей. Он из царского рода по физической принадлежности. Он от Давида. И мы видим, что Его слова, которые Он говорит, они направлены. Это призыв, это ответ на те молитвы, которые говорились. И было поручено идти и говорить, что всё уже готово. То есть, для нас с вами, живущих в завершённой работе Иисуса Христа, всё готово. Всё готово для каждого дня нашей жизни. Мы приходим к Иисусу Христу наполненные, с одной стороны, а с другой стороны, как пелось в песне, я ещё больше желаю знать Тебя. Больше с каждым днём. У нас есть этот духовный голод по общению на этой вечере. Удивительно. Интересно, в книге «Бытие» в пятнадцатой главе рассказывается о том, как Авраам сидит в своём шатре и занимается размышлениями, какое у него богатство большое. Но проблема, что нету у него сына. И Господь является, разговаривает с ним и говорит, «Авраам, я твой щит, награда твоя велика». А потом вообще выводит его из шатра под свой шатёр. «Это небеса, вечер, и звёзды сияют». И он предлагает ему, «Сосчитай звёзды небесные, вот столько у тебя будет потомков». Множество. И вот здесь написано в шестнадцатом стихе о том, что Господь сделал ужин вечерю и звал многих. Их уже так много, как звёзды на небесах, как песок на берегу моря. Всё готово, уже всё готово. Замечательно. Всё сделал. Совершилось, он провозгласил хриплым голосом на кресте. Всё совершилось. Его распяли в Иерусалиме. Это совершилось на глазах. И потом идёт пир Евангелия. Благой вести, что теперь всякий, всякий человек. Что произошло? И вот здесь с восемнадцатого стиха начинаются извинения. Приносят извинения, почему я не могу прийти на этот пир. все, как бы сговорившись, начали извиняться. Первый сказал, я купил землю. Слушайте, вечер. Да, ты купил землю. и мне нужно пойти и посмотреть вечером. Да, я понимаю, что это притча, но абсурдность того, что какое извинение. мое владение расширилось. Я не могу прийти. я буду думать об этом владении. У меня плотские мысли. У меня расширяется возможность в этом мире жить в своем перу. и мне не нужно это, хотя я тебя уважаю. Он извинился. Я купил землю. Ну, когда покупал землю, можно было бы посмотреть. что же вечером-то на нее идти смотреть. Пойти посмотреть нужно. Прошу тебя, извини. Другой сказал, я купил пять пар валов. Ух ты! Вот теперь у меня и легко будет вспахивать мои земли. И иду испытать. Вечером, да, вечером много получится. Я иду испытать всякие извинения, которые человек приносит. Бог знает, что внутри человека без Бога это плоть, это грех. И грех виден и в этих объяснениях. это это все плотские объяснения и желание пребывать именно в плотском человеке. третий сказал, он даже не стал извиняться. Я женился, потому не могу прийти. Одно из серьезных греховных направлений это чувственность. вообще эти греховные направления гордыня, власть, жажда власти, это стяжание, это чувственность, это честолюбие, желание, чтобы человека тебя прославляли, почитали. Это многозадачность. У меня столько дел, столько дел, как говорят, я не могу прийти в церковь, потому что у меня столько дел, столько дел. я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города Иерусалима, первая церковь, она и обосновалась в Иерусалиме. И приведи сюда нищих, да, те, которые нуждаются в этой вечере, они нуждаются в духовной пище. Как говорилось в пятой главе Евангелия от Луки, блаженно нищие, ибо их уже Царство Божие. У вечных людей, которые находились под властью греха и натворили в своей жизни многого, и они исковерканы своими грехами и преступлениями. Ефесянам, вторая глава, первый стих. Хромых своими путями ковыляли, слепых, не видя перспективу. как об этом говорилось замечательно в Евангелии от Луки в девятой главе, или же в Евангелии от Иоанна в девятой главе, или в Евангелии от Иоанна в пятой главе. В Иерусалиме место, где были люди, имевшие физические недостатки. И они ждали, когда вода в бассейне станет волноваться. Это означало, что ангел снизошел туда, и нужно было быстрее. Кто первый? Чемпионаты устраивали. Это всё Ефесянам вторая глава, второй стих. И сказал раб, господин, исполнено, как ты приказал, и ещё есть место. Двадцатый стих. Тогда он говорит, пойди, там говорил в городе, о городе, в Иерусалиме собери. Тогда говорит, пойди по дорогам, по дорогам языческого мира, по изгороди. Люди не знают, у них нету ни дома, ни представления о вечном доме. Убеди прийти и наполниться, чтобы наполнился мой дом. В одеяниях в тринадцатой главе говорится это событие. Апостол Павел провозглашает. Он говорит в синагоге. Объяснил о времени, которое наступило. Мессия пришёл, он был распят, и грехами его мы исцеляемся. 42 стих. При выходе из иудейской синагоги язычники просили, они слушали, что говорилось внутри синагоги, и люди выходили, ой, там такое говорится. Язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращённые из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. 44-й. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье о благодати, об искупительной жертве Иисуса Христа, об этом удивительном пире Евангелия. Они шли туда для того, чтобы услышать пир Евангелия, который происходил прямо в синагоге 45-й. Итак, весь город почти весь город собрался слушать Слово Божье. 45-й. Но иудеи, увидевшие народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Это выражение того, что мы это не хотим слушать. Почему? Я купил землю, мне нужно посмотреть ее, я приобрел валов пять упряжек, мне нужно испытать, а у меня другие дела. Сопротивлялись тому, что говорил Павел. 46-й стих. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало было проповеданно, надлежало быть проповеданно Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Там в городе, написано было в Евангелии, да, идите по городу и призовите, а потом идите по разным путям, до края земли, как Иисус сказал. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предустановлены, то есть были известны, что они примут Евангелие Иисуса Христа. И Слово Господне распространялось по всей стране. Павел и его соратники Варнава, Сила, Другие ученики, которые появились, Тимофей, Тит, они шли и Слово Божье наполнялось людьми на пире, на вечере Евангелия, когда каждый был счастлив, был и есть, мы с вами знаем это по себе. находясь на этом пире Слова Божьего, мы с вами обнаруживаем, да, наполняется дом, не да, но вот у нас была только что конференция, люди приехали из разных городов России, и из Калининграда, из Москвы, из Медвежьегорска, были из Перми люди. И они приехали для того, чтобы в этой большой семье Господа Иисуса Христа, по местной церкви, нашей церкви, Господа Иисуса Христа, великой благодати, они были на пире слова, и это слово было такое, приближаетесь дерзновение к престолу милости и благодати, дабы получить благовременную помощь, дабы вы обнаружили это время Каэрос или Ю-Каэрос, который говорит о том, что это удивительное время завершенной работы, когда вы приходите и получаете помощь, милость, искупление, подарки праведности, чистоты мышления, новые смыслы, это удивительно, идите по дорогам и изгородям и убедите прийти, чтобы наполнился дом мой, так и происходит, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Это относилось, эти относились слова к тому времени, когда Евангелие проповедовалось, перед нами эта картина и панорама проходит, и отказывались, отказывались. Также мы знаем, что те люди, которые поначалу отказывались, Бог не отвергал их, но он продолжал говорить, и он послал своих учеников, и те удивительные объекты, или же панорама действий учеников, это Иерусалим и до сих пор продолжается, Иудея, и до сих пор продолжается, Самария, и до края земли, все это продолжается, сейчас время этого удивительного пира, пира спасения, где Господь спасает нас не только прощая грехи, но Он спасает наши умы, и мы претерпеваем это преображение в образ Божий, как об этом написано в послании к римлянам в 8 главе 29 стихе, Он призвал нас, чтобы преобразить нас по образу своего Сына. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот удивительный пир, мы благодарим Тебя за это описание, и оно такое животрепещущее перед нами, потому что это все происходит воочию перед нами, и мы были участниками, и нас тоже, Господи, Ты нашел, где-то мы были там в этом мире, Господь, Ты пришел и пригласил своими пасторами, своими миссиями, Господь, своими людьми, своей семьей, слава Тебе. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его, скажите простые слова молитвы. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, научи меня Твоему Слову, прощай, люби, даруй благодать, Господь, ободряй, поднимай, если упаду, во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу.